поражение ну это можно так назвать да но тем менее привык к этому имя сейчас уже некоторые допустим стиле музыки очень обламывают наличием вокалом допустим грубо говоря слушаешь там новый альбом майкла ландоу то есть еще не слышал ни одной песни из него ни одного трека даже не знаешь что это песни и такой включаешь отлично клёво клёво и раз тут он запел и и запел понимаешь не какой-то вокалист хороший а запел сам майк если кто слышал как поэт майкла ландоу это еще хуже чем рик джонсон это просто тот по голосу как будто дед какой-то и были там песни какие-то такие знаешь где-то мелодии какие-то да нет же это просто ну то есть грубо говоря как песни это прям проходные такие треки получается на мой взгляд то есть его инструменталы интересные они цепляют своим интересом а здесь понимаешь всегда есть вокруг гитариста которые что-то делает или пишет музыку или инструментальным альбом и всегда есть куча людей которые считают своим долгом сказать чувак и конечно молодец но тебе нужно делать песни больше людей ты зацепишь больше людей и вот наверно кто-то действительно начинает в это верить и выходит майкл ландоу который замечательно играет соло замечательно вкусно играет свои аккордовые рифы вот это все такое болотистое музло и начинает петь лично для меня это такие альбомы которые блин ладно перемотаю так ладно но и так и и так очень многое с многими исполнителями поэтому я вот настолько привык от отопленных музыкантов слышать только инструментал что грубо говоря не начинает петь мне прям плохо если хочешь блину вокальную сделать вокальную пластинку блин сделаем новый проект с вокалистом с каким-нибудь клёвым который будет цеплять народ и вот будет отличная отличная пластинка но только не сам вот многие как считают если делать вокальную музыку того больше летия заценит следи за ходом мысли ты делаешь вокальную музыку у тебя есть выбор ну как минимум из двух вариантов это будет на русском или на английском ты прикидываешь и оба варианта развития событий ты думаешь хорошо я буду делать это на русском типа это будет интересно для места ну как бы специфика слушателя нашего очень интересная грубо говоря тебе очень сложно добиться как бы внимание аудитории то есть грубо говоря если ты еще делаешь более менее интеллектуальную музыку то и публика интеллектуальная тебя всегда будут сравнивать с первоисточником тебя на фига я буду слушать там грубо говоря это если есть то же самое только на английском поют лучше записано лучше сыграно лучше и вообще там первоисточника общая границы нам поможет грубо говоря русскую аудиторию на русском языке это попробую еще завоюй но если конечно полюбили то это до гроба это тоже специфика очень интересная но тем не попробуй еще завоюй то есть ты грубо начнешь петь на русском в расчете на то что это будет на нашу аудиторию но честно говоря это на воде вилами писано еще будет ли тебя слушать здесь на русском второй вариант английский здесь тебя точно никто не будет слушать ну глобально да а там и подавно то что опять же непонятно как спета вроде какой-то очень интересной кокней но только не кокни какой-то другой еще акция ладно мы это опустим все поют с разным акцентом но это какой-то специфический ну и плюс ко всему опять же повторение 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 того что у них уже есть и так здесь всегда срабатывает это правило если конечно ты не супер какой-то мега офигенный проект возьмем такой более-менее рядовой там-то им не нужны чужие герои а здесь не нужны свои ну и все как бы поэтому на мой взгляд инструментальная музыка в этом смысле если уж мы так немножечко прикидываем да какие-то свои шансы инструментальная музыка она получается наиболее подходящий формат для мира потому что грубо говоря слов нету и тебя грубо говоря если ты делаешь нормально могут и здесь оценить ну опять же нишевая аудитория понятно что тонкая просто и здесь и там у тебя есть шанс потому что нет языкового барьера пока